Привет! Всем спасибо, что вы с нами на нашем канале. Живущий за границей комик вышел на связь с неожиданным заявлением. Тирада, которая предназначена для топовых представителей российской эстрады, получилась эмоциональной и запоминающейся. Страдание мирного населения в приграничном регионе сейчас занимает умы миллионов россиян. Люди молятся за раненых и оставшихся без крова соотечественников, попутно выливая свой гнев на тех, кто уже давно окопался за бугром. Не укрылось от внимания россиян и молчания семьи бывшей Примадонны. Как водится, главный удар пришелся на молодого мужа Пугачевой. И вот вместо привычной тишины Галкин неожиданно вышел из сумрака, чтобы поквитаться с теми, кто по-прежнему в почете у народа, и подробно объяснить, почему не сочувствуют курянам после массовых атак, а продолжает публиковать юмористические скетчи. Утомленный и взъерошенный Галкин вышел на связь. После переполненного директа сообщений на предмет помощи курянам, возмущенный пародист иноагент решил высказаться. Комик напомнил, что после начала СВО он никаких чеков и не получал. Мало того, уверен, что эти чеки получают патриотично настроенные знаменитости. Я все эти два с половиной года не молчу. Я озабочен судьбой России и Украины. Вы записали меня в предателей, причем абсолютно незаслуженно. Но почему молчат те, которые остаются там и продолжают горячо выступать за Россию? Почему не реагирует Григорий Лепс? Последняя публикация – концерт в Анапе. Лепс в Анапе. Все счастливы и зрители, и Лепс. Надежда Бабкина, патриотка страны, постит кошечку. Это ее последняя публикация. А Олег Газманов вспоминает в сторис песню про Люси, про бедную собачку. А его патриотичный сын Родион проводит конкурс кошечек. А наши все шаман продолжает ходить с улыбкой и российским триколором по Красной площади. Рекламируя свой концерт, который состоится дней через 10. Так ко мне какие вопросы? – заявил Галкин. Надо отметить, что в последнее время Галкин все чаще пребывает в скверном настроении. Недовольство шаумена будто бы набирает обороты. Не осталось без внимания людей то, что Пугачева проигнорировала трагедию, не разместив по этому поводу ни одного поста. В то время как знаменитости шоу-бизнеса открыто выразили соболезнования и предложили помощь жителям, попавших под удар приграничных районов, бывшая Примадонна в очередной раз промолчала. В этот раз своим молчанием певица потрясла. Даже самых преданных поклонников. Те ожидали увидеть в соцсетях хоть какие-то слова поддержки курянам с ее стороны. Напишите что-нибудь про Курск. Молчи, Шалла. Или за правду не платят. Обратились к ней в комментариях. В ответ тишина. Хотя нет. Почему? В ответ она выставила видеоролик, в котором высмеивает свое возвращение в Россию. В ролике включается музыка из советской передачи в гостях у сказки. И звучит голос. Здрасте, милые друзья, мои старые друзья. Я сегодня, как и прежде, с новой сказкой к вам пришла. А россияне пришли в ужас. От такого мерзкого отношения к бывшим соотечественникам семейства Пугалкиных. Доулечие этих людишек зашкаливает просто. Ничего святого у них, кроме денег и пиара. Нет. Они как крысы с тонущего корабля в трудную минуту для России убежали. Позор им и грош цена. Курск не их родина и не их люди. То ли дело Израиль. Пугачева всегда была такой. И Галкина встретила. Под стать в себе. Бездушные людишки, привыкшие открывать рот только за деньги. За упоминание о трагедии Курской области никто гонорар не предложил. Так и незачем отрабатывать. Пугачева и Галкин показали свое истинное лицо. Что-то Пугалкин стал нервничать. Другие обласканные артисты молчат, потому что скромные. Помогают и все. А у тебя, Пугалкин, бла-бла-бла. А что же это пугало? Не прошелся по Филе, Лолите и других подружках. Коля выпала за борт, плыви само и молча. Разносят семейство Пугалкиных россияне.